В роли путеводителя по своей книге В этой книге вы можете прочесть и то, что я писал, начиная работать с прозой, представляясь совершенно иначе творческим мирпрозаикой И то, что написано в последние годы, это уже совершенно другое Не то, что почувствуете, конечно, отлично поймете, что это большой путь от первого рассказа до крайнего Почему путеводитель по книге? Есть книги достаточно цельные В конце концов, если время действия романа, повести происходят Понятно, перед нами мир героев, определенная тема, определенный сюжет Мы входим в определенный мир, созданный автором, мы в нем пребываем В этой книге очень разные вещи Ладно, что они юношеские и зрелые, но они разные очень по теме, по сюжетам и по героям, очень разные И читатель, когда будет читать эту автологию Я обычно в эфире, простите за эту автологию Извините за повтор Читатель, открыв эту книгу, будет, может быть, удивлен, что действия очень резко переносятся Возникают очень разные совершенно люди, и разные совершенно места действия, и даже разные времена То есть, например, в первых произведениях это студенты, потом актеры мир театрального закулисья Куда мы попадаем Потом это пастухи на каком-то дальнем, северном, на горных пастбищах Потом это профессиональные конники, работающие с лошадьми Потом это журналисты Потом это действие происходит в Архангельске, в Ленинграде, в Таллине, в Москве, в пресс-центре РАО ЕС На всякий случай, так вдруг, неожиданно, на таком уровне Потом, значит, снова конюшню, потом снова театр И время действия Наши дни, ну, как бы, 80-е годы написано, 80-е, 90-е годы, ладно, все понятно, да, по хронологии Потом вдруг 1941 год, потом 1980 год, потом ближайшее будущее, так, навскидку, лет 10-15, в будущем, да, и такое есть раскапывание, что происходит в будущем Жанры, наверное, эта книга полезна еще в том плане, все-таки, я думаю, читателям, что она знакомит с разными прозаическими жанрами На самом деле, мир прозы, он ведь не исчерпывается понятием рассказ, повесть, роман, далеко не исчерпывается Вот, ну, есть, все мы хорошо знаем, реалистический вопрос, да, реалистический рассказ Вот, реальные действующие люди описаны в рассказе Ну, подвид натурализма, да, где ничего не выдумано, где все прямо до мельчайших деталей скопировано с лунинграмм Реализм предполагает перестановку, немножко какое-то изменение героев или местности Натурализм предполагает полное соответствие Дальше начинается, ну, чтобы не идти сразу к фантастике, есть еще промежуточный жанр притчи Это своеобразная символическая проза, нечто среднее между реализмом и фантастикой, где уже предполагается вымысел, но все еще на основе реальных предметов Рассказ на уровне метафор, обобщения таких символов Фантастическая проза, ну, это определенный мир, это определенный жанр со своим законом, это тоже надо понимать Новелла, это жанр, это лирический рассказ, его определяют обычно в теории прозы, как новелла Есть публицистическая проза, это очерки Очерк, если это сильный очерк, но я имею в виду не проходной какой-то, так написанный на коленке, как мы фурналисты говорим Если это серьезный очерк, который принимает серьезные темы и написан достаточно серьезно, это ближе уже, собственно, к литературе, чем И литература принимает такой жанр, как очерк Есть эссе еще в жанрах, это вообще очень сложный, очень интересный жанр, лирико-философский, с личностными какими-то видениями и объективными какими-то картинами В конце концов, вот все эти жанры можно найти в этой книге Работал, не работал, можно сказать, что одна новелла, один очерк, одна стопроцентная притча, одно эссе Все-таки больше всего здесь реалистических рассказов и повестей, которые читаются так, ну, без усилия, что ли Ну, вот реалистическая проза, жизнь окружающая, наследие окружавшая, в недавнем прошлом, вот все описано Ну, это тоже нужно иметь в виду Теперь о, подробнее о том, что я сказал, путеводитель, да? По хронологии Первые вещи, первые вообще свои пять рассказов произведетских я написал за один месяц, в 1983 году, когда заканчивал Ленинградский университет До этого у меня писались и печатались уже стихи Я уже считал, что поэзия — это мой мир, это моя епархия Прозы я не писал и не пробовал, за исключением, ну, студенческих работ нам давали там что-то пробовать, очерки писать Ну, это чисто такие учебные вещи И вдруг проза так постучалась в дверь, и за один месяц у меня написалось пять рассказов Вот так на одном дыхании Четыре из этих рассказов остались у меня в архивах, то есть я их никому не показывал, они предельно ученические, незрелые Но пятый из этих рассказов мне показался очень интересным, ну, мне самому показалось, что в нем что-то есть Я его переписывал два или три раза, и в конце концов этот рассказ у меня опубликовали в 1991 году уже в Архангельске, здесь был журнал «Позиция» такой Николай Журавлев, который опубликовал, и вот он опубликовал этот рассказ Мой, один из моих первых рассказов, ну, переработанный дважды Но тем не менее это стало моей первой прозаической публикацией И этот рассказ открывает эту книгу, называется «Только переночевать» Ну, о нем говорили, что это своеобразная студенческая байка, грустный студенческий анекдот Но на самом деле потом и я сам, и критики обнаружили, что в этом раннем студенческом таком анекдоте На самом деле это вовсе не анекдот, и там очень серьезные вещи закуплены Как, в общем-то, и во всех моих вещах Я не пишу просто так для того, чтобы написать, чтобы поразвечь читателя Или там развлечь самого себя Я пишу, когда у меня назревает Почему я за 40 лет написал вот Ну, конечно, у меня три романа еще и так далее, и так далее, и так далее Циклы повестей Вот, но проза такая реалистическая, серьезная Вот написано за 40 лет, можно было бы, наверное, пять таких книжек написать Одна книга, почему Очень долго вы нашего рассказываете, тем более, очень долго Где-то какие-то знаки приходят Что-то слышится, что-то чурится, какие-то метафоры, какие-то образы героев Какой-то сюжетный ход жизнь подкидывает Но ты, кроме этого сюжетного хода, ничего еще не понимаешь Если ты понимаешь, что это сюжет, но ты с этим сюжетом можешь год ходить и не знаешь, что с ним делать Или метафора какая-то, с которой ты тоже можешь год ходить и не знаешь, что с ним делать Потом все это начинает складываться в мозаику Вообще не складывается, рассыпается Что-то сложилось, что-то нет частично Вообще, на самом деле, вот приходится очень много незрелых Я так осторожно, аккуратно скажу, незрелых вещей читать и в предколлегии журнала «Двина», и в Союзе писателей. И все-таки человек неопытный, непрофессиональный, да, прозаик, он считает, вот пишется как. Вот сел, вот написал, и все. Но над литературными произведениями просто надо работать. Вот то, что я сейчас сказал насчет, услышал, увидел, задумался, пришло что-то, отложил, записные книжки обязательно. Это все, вот я говорю, складывается, мозаик не складывается, получается, не получается. Сколько у меня рассказов начатых и написанных там до первой страницы, до десятой, до пятнадцатой, и все, дальше не идет. Нет дальше движения жизни в этом произведении. Отложил, убрал, да. Идет, иногда и три года пишется рассказ, может и за неделю написаться. Вот опять-таки, как вот звезды укажут, но звезды укажут, они за тебя не напишут звезды, они указать-то не могут, но пишешь-то, ты работаешь. У меня, извините, невольный параллель с конниками, потому что я все-таки, лошадь, это моя особая, скажем, в сфере жизни и рассказов, и стихов у меня много о лошадях, о конниках, вот. Это то же самое, что вот в плохой прозе сел и поскакал на лошадь. Он сел и поскакал, но это все же очень просто. На самом деле за этим столько работы стоит. Конники, я люблю эту фразу, никогда не говорят поездить или покататься, тем более, не говорят работать с лошадьми. То же самое, прозаик работает с прозой, они балуются, они пишут так вот. Он пописывает, почитает, почитывает. Ну, я так считаю. Есть, конечно, люди, которые легче к этому относятся, но я к этому очень серьезно отношусь. Вообще, это миссия, конечно, своеобразная. Что ты скажешь своим вещам? Просто какими ты изобразишь людей? Хорошими, но картонными. Будет ли от этого конца искусственными? Плохими, со смакованием, опять-таки. Вот постмодернизм наш пресловутый. Но разбирать человека на винтике и представлять его ничтожеством и смешной какой-то тварью такой. Это вот правильно? Это может быть талантно, смешно написано. Довлатова, я сам с удовольствием читаю, например. Но в итоге понимание, что все-таки люди это в итоге. А люди это, не хочу просто слово грубое произносить, а люди плохие и злые, страшные, но недостойные. Как бы недостойные. Но в такт, в грязь, короче, нельзя. У меня от художника было предложение трех обложек сделать. Черную, серую и белую. Ну, серую я сразу отказался. Серый такой невыразительный все-таки цвет. Хорошо, серый костюм там, допустим, да, может быть. Но серая обложка книги навевает на мысль о серости что-ли изложенного. И вот я долго думал, черное и белое. Я очень люблю черное и белое цвета графично. Вот черное и белое. Мне подсказывают, что белую нельзя делать обложку, потому что там нечаянно чашку кофе поставил, и все, книга погуглена. А на черном не видно же. Я так задумался, на себе подумал, нет, пусть будет все видно. Пусть будет все-таки белая обложка. Хотя тут очень много печальных, грустных и вещей, над которыми, ну, я не то что знаю, я просто видел, как люди плакают, читая вещи. Некоторые не могли бы читать даже до конца, потому что просто душевых сил не хватает. Я такой горький писатель. Не веселый. У меня нет веселых вещей практически. Хотя баек всевозможных, и уже малистских, иконных, я море знаю. Но почему-то они у меня не входят в серьезные рассказы, они укладываются в эту мозаику. Слишком сложная и глубокая весь жизнь, как я ее понимаю, чтобы строить ее на пересказывание баек. Хотя там что-то можно встретить, наверное, и словечки подслушанные, и какие-то забавные ситуации, но все равно все. Ну, мои ученики, это их язык, как я сказал. Мои учителя, это Достоевский и Гаршин. Этого бы не веселые были бы писать. Вот. По хронологии. Я немножко отступил в сторону, но это очень важное отступление. Это концепция книги, это ее дух, чтобы было понятно. Ну, а по хронологии дальше. Студенческие вещи, конечно. Первый рассказ о студенческих годах. Первая повесть о студенческих годах. Поехали студенты в советское время, естественно, в 1984 год. Поехали в Тайне. Провели день в Тайне. Просто гуляли по гору, выходили в кафе и вернулись в мир. Все. Стостраничная повесть. Но это вот как бы та чеховская вещь. Я в более ранних вещах более сдерживно все это прорабатывал. Менее подробно, чем более поздно. Мне казалось, что... О хронологии говорили. Другой описывает чувства, буря чувств. У него слезы навернулись на глаза. Он не мог дышать почти. Любовь сжала ему горло. Хемингуэй написал... Просто сжал в кармане кулак. Сжатый в кармане кулак. И в молодости очень привлекал этот стиль. Сдержанности стиля. И в конце концов, ну что Хемингуэй. Боксинг с Хемингуэем. Но Антон Павлович Чехов, если вы помните, существует классическое определение его. Люди просто ужинают, а в это время рушится их жизнь. Вот как он говорил в своих пьесах. Когда мы говорим, люди сидят, чайки, говорят ни о чем. Да, говорят ни о чем, а в это время рушится их жизнь. И почему чеховские пьесы до сих пор так вот пережили время? Потому что там не просто люди, мы прекрасно понимаем. Но они же нервут страсти в клочья, падают на колени. Но вот так можно описать, что это будет великолепное и глубокое описание мира человеческих чувств. И я пытался писать так. Первые вещи у меня очень задержанные. Там внешне почти ничего не происходит. Люди ходят, разговаривают. А в это время рушится или строится, наоборот, их жизнь. Вот внимательно первые вещи надо читать. И когда я окончил Ленинградский университет и приехал в Архангельск, я попал в театр-студию к Виктору Петровичу Панову. Тогда это был не профессиональный молодежный театр, а студия. Потом я работал в Мурманском молодежном театре. И я, конечно, не последний человек был в театральном закулисье Архангельском и Мурманском. И поэтому у меня, естественно, совершенно начали возникать рассказы на театральную тему. Не на то, что мы видим на сцене, а то, что мы не видим за кулисами. Иногда это просто, что ли, профессиональное. Иногда за этим опять-таки стоят судьбы людей, строящиеся, выломающиеся. Вот театральный цикл возник именно так. Я все-таки профессионально работал в театре, хотя и несколько лет всего. Но тем не менее я могу сказать, что я знаю этот мир. И театральная передача, которую я на радио до сих пор веду, мне очень помогает это знание театра со всех сторон. И парадоксальным образом именно театр привел меня к моей... Одной из самых главных тем, это конная тема. Эту историю знаю, как я ее часто рассказываю. И в прошлом году, по-моему, когда читал стихи о лошадях и конниках, рассказывал. Задуманная Виктором Петровичем по новым акциям «Эскадрон памяти», когда мы должны по ходам пройти по Архангельской области, когда я впервые в жизни сел на лошадь. Это был 1986 год. И слушать я не слез, вот до сих пор уже 35 лет в седле нахожусь. И поэтому конная тема возникла именно через театр. Через вот тот поход, неудавшийся, но когда я потом уже заболел в лошадьми, как говорят, начал заниматься и в конных школах, и общаться с конниками. Узнал этот мир. В конце концов, ведь мир вообще конников, людьми, которые работают, людей, которые работают в лошадьми, он по-своему очень интересен. Совершенно необычный мир. И то, что мы с ним сталкиваемся, ну, когда приходим просто покататься, слово, которое конники не любят, это одно. То, что можно увидеть, работая в каюшне, общаясь с конниками изнутри, причем не только месяцами, но и годами, это совершенно другое. И в рассказах я начал чувствовать, что проза набирает силу. Ну, все-таки студенческие, ну, прошлись по кафе, ну, любовь неразделенная, ну, там, сжатый в кармане кулак. Это все прекрасно, но это еще только часть мира, это еще молодое такое, ну, все-таки незрелое до конца понимание мира, но через конников и лошадей, вот эту грубую, тяжелую, иногда опасную, в 90-х годах это все писалось, в 90-е годы вообще были тяжелые для людей, а уж для людей с лошадьми, с таким хозяйством на плечах, это очень было тяжело, просто очень. Я бы сейчас написал вот эти рассказы, эти циклы конные светлее гораздо. Я об этом неоднократно думаю, что сейчас все-таки в конюшнах, в конных школах, в конных клубах, Архангельская, Несенжадвинская, Новодвинская немножко чуть-чуть полегче жизнь идет, чем шла тогда в 90-е. Сейчас как-то это светлее и легче. Тогда это было очень трудно, но это было и через преодоление. То есть это была настоящая жизнь во всей ее физической красе, со всеми ее горестями, трудностями, но и радостями тоже, потому что настоящая радость не приходит, пока ты не испытал настоящую беду. Вот один из рассказов конных, там, Дорога к храму называется, кстати, у нас сейчас Великий пост идет, и эта тема еще тоже может задуматься о тех... Я не воцерковленный человек, хотя я очень трепетно отношусь к вере, но не воцерковленный. И у меня в произведениях проскальзывает, в ранних студенческих. Идут мне махрама студенты, девушка говорит, я хочу зайти. Нельзя с непокрытой головой кто-то знающий говорить. Ну у меня есть платочек. И зашла, и вышла. Ну и чего? Ну вот ничего еще. То есть это на уровне вот таком уровне, понимаете? Потом где-то еще обращение к вере, но я хочу помолиться. Ну человек вот просто на грани, он говорит, я хочу помолиться, но я не знаю ни одной меры. Я не могу просто. Я вот этого лишен. То есть это уже тяга к этому, но все еще не знание. Ну и наконец, вот рассказ Дорога к храму, рассказ об эвакуации лошадей из Новострова в Краснофлотске, да, его подтапливают, он все время в алтаре, он застрелил все. Это на основе реального происшествия. И это перед Пасхой. И это Пасха, когда вот подъезжают люди грязные, измученные, кто-то травмированные там к этому храму, и тут же рядом едут, например, вот эти черные внедорожники к храму, да? Вот это два пути к храму. Бог-то всех примет. Он и Господь, Бог, Он всех принимает. Он всех принимает. Но человек, который стоит у алтаря, вот выйдя из внедорожника, значит, и о чем он думает там, я не думаю, что он о каких-то очень таких трепетных вещах думает, наверное, для людей у власти, которые у денег, для них Бог как начальство. Я с этим много раз сталкивался, говоря, Бог как вышестоящее начальство. Надо предстать перед ним, атрапортовать, значит, вот что-то, все в порядке, значит, и уехал назад, да? Но человек, который через испытания, через достойный труд, через лишения какие-то, и страдания, приходит к храму, он иначе перед Богом предстает. Вот об этом рассказ. И вы понимаете, а внешне это, если это прочитать сюжетно, то это просто как лошадей перегоряли из одной конюшни к другу. Все мои рассказы практически, кроме первых, вот самых студенческих, там первый, второй, третий, четвертый, пятый смысл, я знаю, может быть, есть и будет. Можно прочитать просто на уровне сюжета, что происходит с герой. Можно прочитать на уровне вот религиозных параллелей. Можно прочитать на уровне исторических, философских. Там почти везде, там очень много всего. Я почему говорю, что я работаю над рассказами, иногда могу и три года рассказ писать. Поэтому это именно для того, чтобы он обрел глубину, перспективу какую-то историческую, философскую, религиозную, а не просто байка. Вот конные рассказы. Цикл «Канюшнян», но я получил абрамовскую премию за него. Очень, конечно, горжусь этим, потому что это очень достойная как бы премия. Словечки, почему «Канюшнян»? Они как слова паразитов проскальзывают в речь. Но это особенность разговорной речи. Все равно она опирается на какие-то вот такие словечки-подсказки невольно. Вы знаете Василия Матонина, Василия Николаевича, Марканского поэта? Вот мне нравится, ну только что сегодня утром у нас было заседание правления союзописателей, мы с ним шли и разговаривали полчаса по улице. Мне нравится, как он говорит. У него ни одного слова паразитов не стрессите в речи, как правило. Он, как все воцерковленные люди, он обдумывает, что сказать. Воцерковленные люди очень внимательно. Тут то же самое священники. Говорят, делая паузу, обычно приходится интервью даже брать со священниками. Они всегда очень обдумывают то, что сказали. Это то, что мы, вот наши разговорные речи святые, напрочь потеряли. У нас все засорено. Даже профессионалы к нам лезут, лезут эти свои речи. Это такое отступление, отступление небольшое. Опять-таки, в рассказах у меня в разговорной речи это есть, потому что была бы неправда гладкая речь. Герои не говорят так, люди без разговорных словечек. Но, с другой стороны, даже они у меня выстроены так, чтобы это было не просто каша с лезвой. Вообще, к слову, я отношусь очень к произнесенному слову очень внимательно. Я радиожурналист, и я воспринимаю мирно слух. Поэтому диалоги моих героев, то, как человек говорит, для меня крайне важны. Какого цвета у него волосы или глаза, это ладно. Но пока я не вижу речевой портрет своего героя, я не напишу ни о негативе рассказы. Я просто должен слышать, как человек говорит. Это очень важно. И там вот, вы это, если будете читать, эти диалоги, они очень аккуратно построены. Вот. Значит, цикл «Конюшня Анны», то есть конные рассказы, 12 конных рассказов, которые собраны в один цикл, это был 2003 год уже. Параллельно у нас были конные походы. Я вот вам сейчас покажу видео трехминутное, снятое в одном из конных походов. Я говорю, что это лошади, это тяжелый труд, это физически тяжелая, грязная, опасная работа. Это все чистая правда, чистая правда. И могу вам поклясться в этом, что я не преувеличиваю. Но на самом деле, в этом много радостных, светлых минут. Меня, кстати, вот спросили недавно на одной исторической встрече, а почему, собственно, вы работаете с вашими людьми, чем они вас привлекают? Я говорю, ну, потому что это на самом деле такая вот радость, когда через весь этот труд ты приходишь к каким-то светлым минутам. Это прекрасные светлые минуты. В будничной жизни ты таких минут не испытаешь, когда не побьешься с этим 600-килограммовым живым существом и не поймешь, что вы с ним партнерами, друзья. Это потрясающее чувство совершенно. Я сейчас покажу трехминутный кадр, клип снятый в одном из конных походов. Ну, вот я бы снял его по-другому. Но то, что снял-то так светло, лирически, это, наверное, да, бывают вот такие минуты, когда ощущаешь вот себя счастливым и в этом видео мы попытались это передать. Вот она, родина, как на ладони, где-то зажали усталые кони, где-то зажали усталые кони. лёгкое облако встало над полем, тень побежала окрест. Вот они, вечные счастья и доля милых родительских мест. Вот они, вечные счастья и доля милых родительских мест. Жить бы, да жить в этом ярком просторе, в речку любите меня. Скинули головы чуткие кони, и не узнали меня. И не узнали меня. Вот она, родина, как на ладони, с горькой зелёной вина. Где-то заржали усталые кони, грустно ответила, и тишина. Это аплодисменты Саши Перепёлкину, Александра Перепёлкина. Это снимал... А? Места. Калмогоры. Возможно, узнали? Да, я разумею. Это место называют, как ни странно, местные жители, вот этот большой лук, где у нас стоянка была. Америка. Это между Калмогорами и переправой на Ломоносово, через протоку. Там большой лук, там огонные пастбища, там пасут местных коров. Вот мы сбоку, там между рощицей и пастбищем, мы пристраивали несколько лет, пристраивали лошадей. Вот Александр Перепёлкин, сейчас он заместитель Федерации спортивного туризма Архангельской области. Вот он в паре походов был с нами, а потом снял это. Так что ему спасибо. А песня чья? А песня чья? А песня я даже не знаю. Он нашёл где-то. Красиво, очень умная. Ну это получилось очень светло, но такие светло, в смысле что, бывает, что так измучаешься в этих походах, что после похода приезжаешь в Архангельск, больше никогда, ни за что. И через несколько месяцев, ну когда снова собираемся все. А бывают светлые минуты, которые Саша попытался показать, что такая радость бывает. тихо, 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 тихо. Вот, кстати, кстати, насчёт вот одной детали в этом клипе, назовём вот так, то, что я говорю о конюшнях, вот о рассказах, что это труд, это всё надо видеть, это всё нельзя выдумывать. Вы обратили внимание там на нас несколько секундный момент, когда девочка подтягивает подпругу? Обратили, да? Как она это делает? С силой. А? Не хватает силы. Не хватает силы, совершенно верно. Подпруги подтягивают вот так снизу. Первую, вторую. Довольно тяжело, потому что ремень он тяжёлый, вот так вот тянешь вверх туда, всем темом толкаешь вверх. Но она ей 10 лет, она не может, мимо ручки слабенькие. Европейская девочка что бы сделала? Подошла к конструктору, похода попросила вам или к маме там, или вообще к первому паршручету. Наша русская девочка залезает на лошадь, значит, ложится поперёк седла и своим весом, вот на ту сторону лошади, своим весом тянет эти подпруги на сюда. Вот этого ей хватает, потому что весь вес работает. Не просто ручка вот эта 8-килограммовая, а все её 25 килограмм или сколько она весит. Она вот так перетягивает. Вот такие вещи выдумать нельзя. Такие вещи можно только увидеть. И когда у тебя в прозе такие вот вещи есть, то читатель, конечно, поймёт, что человек это знает, видел, это не выдуманно. Это реальная жизнь такая. Такие детали, видимо, они делают прозу, понимаете, настоящую. А просто сел и поехал, это ещё не проза. Вот такие вот вещи. Вот когда я написал цикл «Канюшня Анна», у меня был некий момент растерянности, потому что, ну, конечно, приятно было получить Абрамовскую премию, но я понимал, что лучше я не напишу в тот момент. То есть я задал себе некую планку, которую уже не мог сам перепрыгнуть. Особенно финальный рассказ цикла «Канюшня Анна» который получился настолько вообще бьющим в сердце и не знаю уж как, насколько мне самому тяжело было писать и даже перечитывать, тяжело этот собственный рассказ, насколько он был сильный. Башня, а, и «Бычий хвост» повесть я пропустил. Ну, повесть «Бычий хвост» это тоже конная тема, это повесть о пастухах. По-моему, не могу сейчас вспомнить, называется этот остров, но он в Красноборском районе на Двине находится. Я рассказываю об этом часто, мне уже кажется, что я, ну, все, наверное, уже архангельские читатели знают эту историю, как мне довелось там месяц пасти лошадей, верхами пасти коров на отгонных пастбищах. И повесть о пастухах, она тоже увиденная, это непридуманная. Просто такой вот, такой материал просто, ну, совершенно уникальный. Провести, работая пастухом, большое довольно время, опять-таки, не выдумаешь никогда, пока сам не попробуешь, как там все было на самом деле. Ну, я бы и не написал, может, ну, материалы, материалы, материал где-то лежал бы, там, вот, внутри меня, да. Вот. Но получилось так, что Виталий Горилюк, а был такой актер и режиссер Виктора Петровича Панова в театре, он снял фильм «Затоваренная бачкатара». Может быть, кто-то из вас видел по повести Аксёнова. Двухсерийный, художественный фильм, вот такое было тогда в Архангельске телевидение, которое могло снимать, снять, ну, конечно, это уникальный опыт совершенно, но это было, это не выдумка. Двухсерийный, художественный, пригласили Ролана Быкова докадровый текст прочитать. Собрали актеров в самых талантливых момент со всех театров Архангельских. Титанический, технический труд для регионального телевидения, сверху художественного фильма, ну, сняли, с товаренной бочкой. Галилюк тогда был просто, видите, она вот в эйфории, он хотел еще снимать, возможности были. И он предложил мне написать сценарий фильма, вот, о деревенских житиях, я сказал, «Виталий, я все-таки городской человек, да, несмотря на, начинались уже мои истории с лошадьми, но я все-таки не знаю эту жизнь, ну, я не смогу написать, ну, что, какие-то тут есть наблюдения, впечатления, может быть? Ну, вот я месяц с пастухами работал, вот, напиши киносценарий для меня о пастухах, значит, я написал, ну, как раз в тот момент, а в 90-е годы все очень быстро менялось в стране, как раз, ну, это изменилось в очередной раз, фильм не сняли, но киносценарий остался, я переработал его в повесть, и эта повесть тоже включена в эту книгу. Рассказ «Башня» это притча стопроцентная, некая башня, некая юноша и девушка в этой башне, вот, вот, в общем-то, весь сюжет. Но этот рассказ, эта притча, как раз ставит в тупик критиков, насколько я знаю, потому что, они говорят, это об этом, это об этом, это на самом деле вот об этом, это он и вот это и не обиду, я просто поражен, насколько всего, чего я не имел в виду на самом деле, ну, значит, прочитывают в этой притче. Я даже сейчас уже не могу точно сказать, что я на самом деле иду в виду, потому что вот эта мозаика складывающаяся, там много, о многом думаешь, когда ты пишешь, то есть, не надо сказать, что я вот об этом хотел написать, но во всяком случае, этот рассказ, эту притчу, опять-таки, нужно читать, конечно, и не удивляться тому, что у вас появятся совершенно неожиданные какие-то мысли свои, личные. Не надо читать установку этого, об этом или об этом. Смотрите, что вы увидите, прочитайте, то, что разные люди видят разные вещи в этом, причем убеждают меня, что да, ты же об этом пишешь, ну, наверное, я об этом тоже пишу. Вот. Ну, середина 90-х годов, понятно, что притча мрачная такая, но даже для меня мрачная. А о чем вы пишете? В башне. В башне? Потому что у меня тоже сомнение. А у вас что? Вы как мрачные? Ну, я поняла, что это о нашей жизни, и что как жизнь у нас идет не так, как мы хотим, и она достаточно сложная, особенно сложно то, что нас окружает. То есть, мы попадаем вот в какую-то капсулу, из которой невозможно выбраться, и так протекает наша жизнь. Ну, видите, вы рассказали о чем. Потому что мы все мечтаем, вот в детстве, да, у нас такие мечты, кем мы будем, какая у нас будет семья, да, и все не так, все не так. Ну, вы обратили внимание, что там героям, героям не ставят в тупик изначально, все не так, они предлагают очень много вариантов, они просто все отвергают в итоге, и тогда в итоге жизнь их приводит просто к какому-то варианту. Есть очень хорошая фраза, очень хорошая. Мы свободны в своих поступках, но мы не свободны от последствий своих поступков. Вот так, то есть поступая, делая какой-то выбор, мы всегда оказываемся перед последствием выбора и изумляемся, как же так вот произошло. Жизнь решила за нас. Ну, это в таком же тейском смысле. На самом деле, там космогонические вещи, и недаром же там и черная дыра упоминается, и гравитационный коллапс. Гравитационный коллапс равен социальному коллапсу. То есть, ну, это фантастика в чем-то. Вот. Что? А, обращение в прошлое. Студенческое прошлое. Рассказы о студенческом прошлом, написанные уже взрослым человеком, в совершенно другом энергетическом уровне. Там уже, еще раз говорю, там не чеховская, не хангуевская сдержанность такая. Там уже, как бы, я дал волю чувствам, описываю нашу новость. И еще более глубокое прошлое. Там дальше идут два рассказа «Зензевер» и «Майскими короткими ночами» о Великой Отечественной войне. О людях, которые вспоминают войну. Первый рассказ написан на основе воспоминаний моей бабушки, она пережила блокаду Ленинграда. А второй рассказ «Майскими короткими ночами» на основе документальных свидетельств о блокаде. То есть, на основе, ну, попались мне в руки женщины, которая работала в Ярославском авокогоспитале, по ему, и она вспоминает, как привозили к ней блокадников из книг Ярославля. Почти невыносимо читать. А то, что мне бабушка рассказывала, невыносимо слушать совершенно. Она, ну, не то, что рассказывала, она пыталась что-то говорить, ну, что-то как-то вот начинала плакать. Вот. И я понял, что, без ложной скромности, что я могу уже теперь писать об этом. То есть, я где-то пришел к тому порогу, после рассказа «Лестница», в частности, в цикле «Калюшьян», я понял, что я могу писать о таких вещах, обучить его. И я их написал, и, ну, в общем, отдал дань памяти, наверное, тем, кто пережил блокаду. Для меня это важная тема, потому что, ну, не было бы у них сейчас бабушки, моей мамы, которая двухлетним ребенком была, не было бы и меня, не было бы моего сына. И, когда это понимаешь, что, да, не напишешь просто так вот, что-то, моя мама, это связь, и дальше повесть, которая называется, этот литературный прием, Максиморог называется, по-моему, «Сопоставление несопоставимого», «Добро пожаловать» или «Посторонним вход распрещен», да, из такой фильма. Вот у меня повесть называется «Вместе весело шагать» или «Мы стоим за горожами». «Вместе весело шагать» есть такая советская песня. «Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам, и, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором». Вот такая. А вторая часть, вторая часть названия «Мы стоим за горожами». Мне попалось, ну, в смысле, я знал, конечно, то, что случайно попалось, мне сказали, вот мы хотим написать статью в педагогический журнал на основе вашей повести. Там действие происходит В седьмом классе, в 1980-й год, советская школа обычная, седьмой класс, в 1980-й год. Написать о вашей повести с точки зрения педагогики, психологии. Ну, пожалуйста. Я потом эту статью прочел, там проанализировано, как выстраиваются неформальные отношения, которые мы, взрослые, иногда и не подозреваем, иногда подозреваем, но все равно не можем понять, насколько там глубоко эти отношения неформальные устраиваются. И к чему это может привести? Ну, недавно как раз была очередная история со словом, написанным маркером на лбу у школьника. И она заставила нас еще раз понять, что мы очень мало знаем о наших школьниках, о наших детях. Но на самом деле, ее, конечно, повесть, любое мое произведение можно прочесть на уровне сюжета. Что там происходит и так далее. Происходят там, конечно, такие тяжелые вещи в простом классе, простой школы, казалось бы. То, что называют сейчас словом буллинг, которое ни о чем не говорит, потому что оно слишком научное. У каждого слова есть своя энергетика. Когда мы говорим буллинг, это звучит как слово научное из диссертации. Происходит буллинг. Ну, и происходит, и происходит. Если заменить русским аналогом травля, то у этого слова совершенно другая энергетика. Если травят беззащитного человека, то это на другом энергетическом уровне воспринимается. Поэтому все вот эти заимствования типа киллер, лузер и так далее, и так далее. Боллинг, абьюзер, кстати говоря, еще вместо истязателя. Вот мы прячемся за какими-то словами-масками и уходим от слов действительно царапающих душу и сердце. Вот травля, да, это можно прочитать вот так, как такую историю совсем невеселую. Ну, а почему в 2006, по-моему, году она написала, в середине нулевых вдруг, 1980 год, и школьники вот такие не очень приятные. А потому что в нулевые годы, я как журналист, да и просто по-человечески стал очень часто слышать, нулевые годы были стабильные, поэтому как-то казалось, что мы так живем и будем так жить все время в обществе потребления. И я стал слышать не от самых последних вообще людей у власти такое выражение. По большому-то счету, в общем, если чему не притворяться, есть три вещи только важные. Деньги, власть и секс. Это вот звучит как, ну, как бы, не знаю, как анекдот, не анекдот, но я на полном серьезном смысле, которые говорили, тогда бросьте, больше ничего не нужно человеку. Нам нужна власть, нужно деньги, ну и, ну, секс, похоть, да все, достаточно. Я подумал, что вдруг, а вот если показать, и у меня это так замылилось, то есть когда начинаешь с этим спорить, мало человеку это нормально, мало человеку вот таких вещей, животных, человек не животное, не убеждает. Как говорил Володя Шарапов, глаз замылился, да, в известном фильме. Глаз замылился и не пробить вот эту стенку, что у тебя свое мнение, у меня свое мнение, в общем, короче, ты там ищи там какие-то культурные ценности, а на самом-то деле вот оно, не прошибить. Я решил зайти немножко с другой стороны, показать на таком примере, когда вот эти дети, которые описывают люди, эти школьники, да, они кажутся нам смешными в своих детских играх «Деньги и власть». Они играют в «Деньги и власть», а для них это серьезно. Но для нас, взрослых читателей, читающих эту повесть, это смешно, невыносимо смешно и невыносимо страшно и глупо. И в конце концов внимательный читатель поймет, да это же все о том же, о «Деньгах» и о «Власти», о том, как это глупо играть вот в это и считать, что в этом суть мироздания и смысл твоего жизни. Через вот этих детей, которые в какой-то момент в середине этой повести любой читатель скажет, ну, дураки, ну, это о нас же, о взрослых. У нас те же самые бумажки только иначе выглядят, понимаете, та же самая власть, только иначе мы ее понимаем. То есть вот об этом еще эта повесть, не только о детях советских времен, еще и о нас, взрослых, о наших ценностях. И в конце концов, 80-й год, 13 лет подростку. В середине 90-х, когда эти люди пришли к власти, это были 25-летние, молодые, во всем уверенные люди, уже не дети, которые принялись играть в те же ваучеры и прочее, только уже на полном серьезе, а не как игра, жестокая игра в этой повести. Это казалось все всерьез. Вот так, по входным таким маневрам я пришел к темам нулевых годов. Через прошлое, через то, что это появилось, как это возникло. В конце концов, Михаил Константинович Попов в одной из рецензий просто написал в открытую повесть о том, как появились новые русские. Можно и так, на каких ценностях. И какие глупые ценности, на самом деле, в основе этого лежали. И страшные. И мы подошли к рассказу, который дал название, дальше книгу продолжает рассказ «Солнышко на плече», который дал название книги. Вы понимаете, что рассказ, который дает название книги всей, тем более такой толстый, серьезный, итоговый для меня в чем-то может быть, это не случайно. Это очень важный рассказ, на самом деле, и очень сложносоставной. Вообще, пересказывать его не хотелось бы, потому что надо прочесть просто. Зачем я буду пересказывать этот сюжет сейчас? Тем более, там непростой сюжет, на самом деле. Главное, что я хочу сказать, что «Солнышко на плече» воспринимают как такое милое название. Ну, оно звучит действительно мило, может быть. «Солнышко на плече», как солнечный лучик, попавший на плечо. Да, и вот так все это красиво и здорово. На самом деле, в этом рассказе, об этом идет речь, «Солнышко на плече» — это татуировка на плече девушки. И татуировка — это «Цоевское солнышко». Есть такой львом «Звезда по имени Солнце» — «Цоевское солнышко». Там вот это «Солнце», как в косматр, в геранцах, как стилизованных, так и называются. «Цоевское солнышко». Вот это оно и есть. И ничего, конечно, ласкового, милого в этом абсолютно нет. Белая обложка еще на них обманывает светлые. Но я бы рассказал, почему все-таки белая. Я сделал черную обложку, может, это воспринималось бы неожиданнее. «Солнышко на плече» и черная такая обложка. Но все-таки я, споря между белым и черным цветом, я все-таки отдаю предпочтение белому. Так что вот так, «Солнышко на плече», татуировка и рассказ, в котором совместились несколько линий. И власть, там главный герой, в общем-то, из властных структур. И театр, и футурология, то есть предвидение будущего, предсказание будущего, взгляд будущего. То есть все темы, которые меня тоже серьезно волнуют. И еще эта история, вот я очень не доверяю людям, которые говорят, что вот написал или там снял фильм о том, как плохой человек исправился и стал хорошим. Причем особенно внезапно, ладно, на протяжении там каких-то, вот протяженного времени. Но когда человек вот был плохим, а стал хорошим, недавно пересматривал старый советский фильм «Свадьба с Кританом», мне нужно было там для передачи, вот. Там главный герой такой, который поет эти частушки-то. «Обо мне все люди скажут, сердцем чистым, не списив, не о масштабах ваших». Он такой беспутный, такой бестолковый, там, сев производит там еще когда заморозки, то есть вообще-то за это расстреливали, сразу пристали. Он такой вот, такой вот, ерундовый такой парень совершенно. И где-то ближе к концу фильма он вдруг говорит, ну, как положено было в те годы. «Все, я осознал, значит, я теперь, я вот был такой дурак, а теперь я буду правильным таким». Все говорят, молодец, осознал. Ну, блестящая комедия музыкальная, но, конечно, это смешно. Вот звуки, вот был он там, полфильма, весь фильм плохой, а в конце он, значит, решил стать хорошим. Не убеждает, конечно, да? Но это не психологическая грамма, поэтому боксинг, другой жанр. Но я попытался именно этот рассказ «Солнышко на плече» написать о том, когда в течение двух буквально дней человек может, если и не стать из плохого хорошим, то, по крайней мере, сказать «Я живу неправильно». Не сказать даже, а понять, глубоко понять. Неизвестно еще в конце, признается он в этом другим, изменяется в жизни свою. Но он понял, я живу неправильно. Я не удержусь все-таки. И перескажу вам сюжетный ход этого рассказа, потому что это очень важно именно для стиля моих рассказов, вообще моих произведений. Он в Москве слышит на конференции энергетика ФРАО ЕС разговор о том, что платная электроэнергия будет, и вот кто не заплатит за электроэнергию, но тот будет сидеть без света, значит, да? И ему кто-то говорит, ну, может, дойдет до того, что и будет самую лазерную метку ставить человеку на руку, он не заплатил за свет, да? Ну, шутка, не шутка, вот. Он приезжает, возвращается домой, и там обнимает любимую девушку, она говорит, больно. Где больно? Говорит, на плече больно. И он видит у нее на плече вот это вот солнышко. А солнышко – это логотип РАО ВЕС, между прочим, стилизованный, похоже, если вы видели, когда не может это выходить. И вот он понимает, что он сейчас сойдет с ума, потому что вот эту лазерную метку на плече у любимого человека он увидел. Ну, ладно, татуировка, да, так вот все совпало, но в такие минуты иногда вот ломают, где как бы делают какой-то перелом в жизни. Там я вам очень как бы штрихами компективно рассказал, на самом деле рассказ большой, там все сложнее. Ну, вот такой ход, да. Можно это воспринимать опять как реалистичную вполне историю, у меня ничего такого фантастического нет. Можно воспринимать как притчу, опять же. Вот. Ну, и дальше уже более поздние рассказы. Там я вот в нулевые годы и десятые, надо говорить, да, теперь? 2010-2011. Десятые годы. Я писал меньше, потому что я работал над романом, серьезным «Сон на закате», достаточно большим, и потребовавшим очень большого объема работы для меня. И рассказы как-то меньше писались, просто, ну, не было времени. Но несколько коротких рассказов я написал и в то время. В частности, два рассказа об обществе потребления. Потому что тогда вот на рубеже нулевых и десятых я много раз задумывался о том, что действительно, вот, ладно, деньги, власть, похоть, но еще вот эта вот смена, бесконечная смена вещей, которая происходит, которая буквально навязывается, которая пошла в наш мир и стала нашей реальностью. Известная притча, ну, не притча, а афоризм, как древнегреческий мудрец ходил по базару и говорил, смеялся и говорил, господи, сколько... Ну, господи, он не мог говорить, что языческие мудри были, да? О, там, о, Зевс, сколько на свете вещей, без которых спокойно можно обойтись. Вот. Эта фраза мне часто приходит, но он приходил тогда, в частности. Вот. Я написал два рассказа. А, еще приведу статуи из одного американского футуролога, который сказал, общество потребления – это общество людей, у которых есть все, кроме того, что им на самом деле нужно. Предметы, которые мы покупаем, заслоняют очень важные вещи для нас, которые мы не можем купить. Ну, естественно, это экзюперии, друзей не покупают в магазине. Вот. Вот два рассказа об этом. Супермаркет один называется, другой привозят-увозят. Супермаркет – это о том, как человек сам незаметно в этом мире вещей, в которых сам становится вещью. Незаметно для себя. Привозят-увозят – это буквально о том, как человек может стать вещью. Девушка по вызову – это вещи. Это вещь, это уже нечего. Вот. Это тоже об этом, на самом деле. Вот. У кота за ухом черный рассказ. Это фантастический рассказ, как раз действие которого происходит в будущем. У меня есть футурологический роман «Следующее поколение», в 90-е годы написанный. В 2039-й год. Написано в 93-м. Тогда это было очень далеко, сейчас все ближе. Я вот все чаще думаю, сбудется ли то, что я накаркал в своем романе. И на этот раз, особенно в нулевых, казалось, что это очень далеко, что никаких мрачных прогнозов там. И вообще, ты же говорили, войн больше не будет, будут только экономические, информационные войны. А так у нас все благополучно, стабильно и будет так всегда. Казалось, что не всегда. И сейчас я не думаю, что ни в следующем поколении, ни в этом рассказе у кота за ухом черный, что какие-то мрачные вещи предсказываю. К сожалению, гигантскому сожалению, в этом приходится думать как вероятные вещи. Не дай, конечно, Бог. И опять-таки, это вот если экстраполировать вот это понятие деньги, власть, похоть, к чему мы придем? Если вместе весело шагать, от чего это взялось, то у кота за ухом черного рассказывает, к чему это может прийти? В конце концов, разрушенное социальное общество – это все то же самое. Деньги, только вместо денег панка тушенки. Власть – это бронетонный спортер, ну, похоть – это совсем уж не совсем. Вот, пожалуйста, вот те же самые лозунги. Нравится мир – не нравится. А лозунги – да те же самые. Чего это вам не нравится? Вот так. Ну, нам нравится, чтобы власть это была, чтобы деньги это были не большие деньги. Вот это нравится. А когда говоришь, как будто это то же самое. Это то же самое, другие критерии, другие просто. А суть – та же самая, абсолютно. Это не нравится. Когда человеку начинаешь показывать с неожиданных ракурсов, человек начинает что-то понимать. Минующий человек. Вот. Ну и дальше. Вот действительно соответствующий этой почти белоснежной обложке рассказ очень светлая новелла. Очень светлая новелла. Она называется «Расскажи мне сказку». Просто можно прочесть как очень-очень светлую вещь. Без душевного усилия, без сердечной боли. Просто как такую улыбку, тихую улыбку предвечернюю. «Расскажи мне сказку» называется. Это новелла называется. Три конных рассказа еще ближе к финалу книги. Это снова возвращение моей к конной теме, уже на основе тоже большого-большого опыта общения с конниками. Последний переход, успешным шагом по опавшим листьям. А еще у нас ледянники есть. В конце концов, я понял, что у меня столько всяких приключений, происшествий, впечатлений, наблюдений, связанных со сошедми. Я понял, что я могу, в общем-то, брать любое из них и превращать в рассказ. Только я постарался опять-таки, чтобы там все-таки был где-то второй план. Но просто материала действительно очень много. У меня настолько богатый материал конный, что нужно практически любой будет брать из моих этих многих лет и превращать его в рассказ. И получается интересно. Потому что много было пережито и опасного, и интересного всякого. Например, неспешным шагом по опавшим листьям это то, как у нас в Башкирии лежала лошадь, и ее пришлось ловить по всему Южному Уралу, там вообще, верхом. И это было, конечно, братцы мои. Вот. В конце очерк Шиес. Я на Шиесе провел трое суток. Вот это очерк. Тут ни грамма вымысла. Ни за наших, ни за ваших, ни с такими там... Просто вот то, что я трое суток видел на Шиесе. Вот это описано. От того, как мы приехали туда, и до того, как я уехал туда. Публицистика. Серьезная публицистика. В свое время. Правда, Севера не напечатала. Но, естественно, у нас в БГТРК, естественно, близко не могли подпустить к этой теме. Что началось. Получилось так, что все-таки в столице его напечатали, оппозиция, и он пробился к читателям. Этот очерк. И слава Богу. Вот. Рассказ «Сын» небольшой совсем. Это называется эсхатология, да? Предвидение каких-то потрясений социальных. Рассказ написан в 2020 году. За полтора года до того, как началось все, что началось. И рассказ начинается с фразы. Подбитый танк стоял на дороге. Еще не подбитых, не целых танков еще нигде не стояло. Почему я примерно за год-полтора до этого написал рассказ с подтекстом на эту тему. Но любой все-таки писатель, литератор, он немножко, в той или иной степени всегда провидится, наверное. Потому что встречаются у меня вот эти вещи о том, что, ребята, если у нас так дальше будет продолжаться, плохо может все такое, сейчас. Для нас и для человечества. Подумайте. Ну, глаз вопиющего в пустыне. Власть они как-то у нас, не знаю, не особо думают. Но хотя вот, когда у меня вышел роман «Сон на закате», о котором я упомянул, через год был создан Единый лесопожарный центр в Архангельской области. Я ищу себя мыслью, что описание последствий гигантского выпущенного из-под контроля лесного пожара все-таки заставило... А я знаю, что в правительстве вы почитали этот роман. Значит, даже говорили, ну, что же Валерий Николаевич не пришел, не проконсультировался. Ну, вы его даже помогли бы написать грамотнее этот роман. Но, тем не менее, ЕЛЦ все-таки созгли через год. Может, это совпадение, может, и несовпадение. Но я ищу себя мыслью, что раз прочли, то подумали о чем-то. О том, что со стихией вот так баловаться нельзя и деньги считать. Кто должен платить, кто не должен платить за тушение пожара. А ведь это было раньше. Сейчас ЕЛЦ есть, единая структура. Уже спокойнее. И заканчивается эта книга рассказом, написанным, ну, совсем буквально, перед тем, как ее надо было издавать, создавать типографию. Рассказ «Ночлег». Кто-то сказал, ну, этот рассказ, он читается как пособие по туризму. Человек едет в лес с палаткой, с рюкзаком, ставит палатку, сидит у костра и засыпает вот в палатке. Все, я вам сюжет пересказал. Рассказ довольно пришой. Ну, это пособие по туризму. А на одной из встреч недавно мне сказали, ну, вот мы прочли этот рассказ и все думали, что этот человек должен с кем-то встретиться. Потому что он идет, как будто ожидание встречи в этом ночном лесу. Он сидит, когда ждет встречи с чем-то. А ни с кем не встречается. Мы были же разочарованы. На самом деле он ждет встречи. Казалось, что кто-то на него нападет. Или наоборот, какое-то чудо случится, какое-то волшебство. Ну, что-то вот ожидание. На самом деле все очень просто. Знаете, чтобы снять напряжение, может быть, той фразой, которую я сейчас произнесу. У меня у знакомых кошка в годах старая. Она решила, что все, сил больше нет, жить. И она забилась под ванну. Животные же ищут. Укромное местечко. Забилась под ванну. Слава богу, хозяева купили ей какую-то заводную мышь, и она решила еще года три пожить. Вот, ожила, значит, вот. Но это рассказ о встрече со смертью. Ожидание встречи со смертью. Это вот то же самое. Забиться под ванну и ждать смертью. В укромный уголок. И ведь рассказ кончается тем, что остров медленно погрузился в озеро. Это как бы сон. Ну, как бы герой засыпает, ему снится сон. А может быть, и не сон. У меня вот много таких. А может быть, это и не сон. Вот. В зрелые годы, ну, в конце концов, писатель, врач, священник. Есть такие профессии, которые имеют моральное право рассуждать о таких категориях, как жизнь и смерть. Это наша немножко профессиональная обязанность. Что у священников, что у врачей, что у литераторов. Если серьезно к этому относиться, а не к коммерциям, не дай бог, коммерческой литературе, или к хихонькам-хахонькам, то, наверное, есть право думать и об этом тоже. Как мы уйдем. Как мы пришли в родную, как мы уйдем. Если есть вопросы, я готов на них. Рассказы о жанре эссе. Жанре эссе в этой книге представлены. Герпитер, да. Герпитер – это рассказ о... Ну, рассказ – это общее понятие. Я рассказываю о чем-то. Жанре эссе. Это смешение реально происходивших вещей. Допускается какой-то легкий поэтический вымысел. И рассказ о других людях, реально существовавших, как бы сплетенные в таком философско-поэтическом соединении. Вообще Герпитер – это, наверное, самое... Ну, я все-таки стихи пишу, да, и немало. Это, наверное, самая поэтическая вещь. Ее можно, наверное, рассматривать как стихи в прозе, в своем роде, что-то. Ну, это очень примитивно сказано. Ну, да, это такая вот поэма о Ленинграде, только в прозе. О Ленинграде, Петрограде, Петербурге, Питере. Для меня... Ну, я родился в Ленинграде. В Питере, поэтому это мой родной город. Поэтому для меня это очень важный город. И не просто, что красивый мне какой-то, а глубинно важный. На корне Ленинградского. А вот путешествовал всю Россию и сконесил, да? Я очень много ездил. Я очень люблю путешествовать. Ее легкий на подъем человек, как любой журналист должен быть, в общем-то. Я очень много ездил. А с лошадками далеко? Ну, самое дальнее... Нет, ну, я как бы ездил и в другие регионы. Да, вот на Урале был, в Рашкирии был. И в Костромской области. Вот прошлый на этом был меня, кстати. В Костромской области пригласили остаться инструктором. Работать в конном клинике. И неплохую зарплату предлагали. Если бы я был моложе, там, лет 30, там, не знаю, я постарался. Но в 60 лет уже. Вот, я много ездил, да, на самом деле. А с лошадками самый дальний поход, который у нас был, это дошли мы до Заболотя, или за Чачья, сейчас в нем, за Емецком. Это за Емецком несколько километров, там у нас стоянка была. Это вот от Архангельска до Емецка. Ну, на вскидку, если учесть до Заболотя, 170 километров, например. Ну, это не на машине ехать, понимаешь, что такое? Верховки ехать вот 170 километров. А, ну, 170 километров назад, кстати, в другой группе. Через сиськи озера мы проходили. Мы попадали под сумасшедшие совершенно ливни. Не знаю, там, отдавленные ноги, укушенные плечи, сожженные лица солнцем вообще, где-то, не знаю, последней степени. Сорванные ногти, сломанные пальцы. Это вот называется работа с лошадками.